Мы очень любим мясо и довольно часто его готовим. Сегодня мы приготовим, мягко говоря, нескандинавское блюдо под названием шашлык. Нам стало любопытно, что получится, если приготовить шашлык, замариновав его в медовухе. Ну а чтобы выпуск получился поинтереснее, мы также сделаем еще несколько маринадов. На основе пива, кваса, кока-колы и даже виски. Что получится, сейчас узнаем. Для маринада мы используем медовуху марки Мьёльнир от нашего любимого производителя «Традиции и предков». Здравствуйте, друзья! С вами Ульф и Йохан. И вы смотрите канал «Секира». Ну что, начинаем резать и мариновать мясо. Снимаем мы сегодня снова в историческом парке Белару. Бастион, кстати. Посмотрите наш ролик об этом замечательном историческом парке. Крепость эпохи викингов, крепость черного медведя. Вот ссылочка, собственно говоря. Моя любимая фраза, собственно говоря. На мой взгляд этого достаточно. Последний кусочек. Приступаем к мариновке. Короткие северные деньки у нас тут в Карелии стоят, собственно говоря, уже темнеет, поэтому поспешим. Покажу контейнеры. Раз, два, три, четыре и пять. Так, собственно говоря, маринад мы сделаем максимально простой. Просто соль и перец, чтобы получилось прочувствовать стул с мяса, маринованного именно в определенной напитке. Приступаем. Наша задача равномерно распределить мясо. Ну и... А, что, неужели ровно крутили? А мне показалось неровно. Ну ладно, кому-то достанется больше. Это будет для медовухи у нас. Ну, давай. Так. Это будет для медовухи. Собственно, я надеюсь, мы их не перепутаем, кстати, сами-то. Открывай. А где для медовухи? А где для медовухи? Уже перепутал. Ооо, это все работы. Хорошо. То есть, это медовуха готова сейчас. Так, это медовуха, соль, перец. Надо же добавить, не забыть. Вкусник класс, кстати. Так, ну, на мой взгляд, вот это получится самое интересное и непонятное. Кока-кола. Помогайте, пожалуй, я это не видел. Мариновали когда-нибудь в Кока-коле, это нечто, конечно. А в виски? Мне кажется, крепкий алкоголь. Разрушает белку. Да, наверное, он пожжет мясо, белок коагулирует, немножко просвернется. Наверное, получится жестко в виске. И неоднозначный вкус. Так, давай соль, перец, вон они. Посолим, поперчим и оставим это все мариноваться на 2 часа. А что у вас не в красивой таре? А что не в красивой таре? Ну, потому что вот у нас такая некрасивая таре. Бизлайк за некрасивую тару. Бизлайк за некрасивую тару. Бизлайк за мясо и виски. Ооо, смотри, реакция пошла к вас. Давай, ты везде соли, а я везде перчу. Надо будет перемешать. Возьму людей, что они ожидают от вкуса этого мяса. Ну да, давай, сейчас узнаем мнение. Лайк за ульфа в кадре. Да, да, да. Саша сегодня не оператор, а герой первого плана. Пока мясо маринуется, я поспрашиваю ребят, наших одноклубников, чего они ждут от столь оригинальных рецептов. Вот вы видели, да, что мы замариновали мясо в медовухе, виске, коле, квасе и пиве. Чего вы ждете от этих вкусов? Вот, Гриша, скажи, ты пиво. Я считаю, квас будет не очень. Медовуха, посмотрим, виски жестковато будет. Что там еще, пиво? Пиво будет мягкое и классненькое. Да? Да. Луна. Мне кажется, медовуха, да, и кола должны быть такие сладенькие, мягкие. От пива я как-то пробовала, вроде бы, не делали же. Пиве? Ну да, в принципе, это распространенный рецепт. Пиво просто, получается тоже, особенно. От вискаря, думаешь, как бы, жестко? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Попробуй, ну ладно. Так, Сережа, Сергей. Я думаю, что все напитки, которые газированные, то есть, там, пиво, попа-кола, медовуха, они, в принципе, будут мягкими и сочными. Наверное, пиво-кола, медовуха, там, за счет того, что карамелизация, да, будет, наверное, индонский будет. Ну, сладковатый. Послаще, да? Да, ну, а вискаре, я даже, я не знаю, что от него ждать. Ну, а, ну, квас, да. Ничего не знаю. Хорошо. Я думаю, что... Не, ну, в любом случае, это интересно. Ладно. Что ж, я думаю, что еще немножечко подождем и будем готовить. Ну, а затем пробовать. Я решил подписать шампуры, чтобы не перепутать, что где. Так, медовуха, квас, виски, пиво. Прошел час, наше мясо подмариновалось, и мы приступаем к нанизыванию. Мы вот тут подписали контейнерики, чтобы их не перепутать. Нам помогут ребята из нашего исторического клуба, дружины Эльдерн. Кстати, если вас интересуют исторические конструкции, вы хотите заняться, вы можете вступить в наш клуб, ссылки в описании, как с нами связаться. Так, медовуха. Сережа получает, соответственно, задание нанизать медовые кусочки. Пиво будет нанизывать... Пиво будет нанизывать... Риша. Я буду нанизывать класс. Классно. Нарезал такие здоровые куски, что, возможно, у меня пять кусков и не поместится наше. Многие события, многие вещи проще всего объяснить магией. Именно магией мы воспользовались, чтобы так легко рвести огонь. Использовали магический состав, которого в библине, конечно, и не было. Неисторичный мангал. Что поделать. В библине скандинавы, понятно, не использовали мангалы. Они использовали специальные полные решетки, чтобы жарить на углах. Подвешивали эти решетки над костром. И запекали нас на углу. Наши угольки готовы. Время жарить мясо. Походу, готово. Снимаем. Пять. Два. Я беру тебе букет. Пойдем. Так, ну что ж, снимаем мясо. Это у нас пиво. Давай. Раз. И раз. И король нашего вечера медовуха. Что бы вы хотели попробовать в первую очередь? Давай слева, да. Ну, давай слева направо. Значит, в Кока-Кола. Вкушайте по куску. Начнем, Сереж, с тебя. Значит, какие у тебя впечатления от... Что это у нас было? Кола. Кока-Кола. Кола? Кола. Хорошо. Как тебе? Шашлык маринованный в Кока-Коле? Честно, ну вообще никак абсолютно ничего не чувствуется. Ни колы, ни сахара, ничего. Да? Да. Ну-ка дай-ка я попробую. Нет, ну сладим. Вот эти. А мне тут... Ммм. Смотри, ничего. Это, на мой взгляд, тоже вот мясо и мясо. Мясо и мясо. Вы, Гри, сказали, что он мариновался просто... Не знаю, там... Соль, перец, там, лук. Я бы поверил, я бы не знал. Ребята, вот такое есть? Гри, что твое мнение? Ну, обычно сочное мясо не колы, но что? Ага. Луна. Ну, мне кажется, сладковато это немного. Да? Есть что-то. Ну, мне тоже показалось, что малость, конечно, сладковата, но... Пиво. Дальше у нас идет пиво. И чувствуется запах. Гриша, мнение? Сочное, мягкое. Сочное и мягкое, да? Очень сочное. Ну-ка. Очень, очень сочное. Очень сочное, да, пиво? Ну, по сравнению с колой, да, это... Сочное. Ну, то есть, действительно, как-то кола почему-то подсушила, я ее особо не чувствую. Это квас. Кто проживал и готов высказаться? Гриша,нь? Чувствуется чуть-чуть дыма. Дыма мягкая, да. Причем я не горелую сторону, а вот именно мясо. Ага. Ну, собственно, какие-то особые ощущения, может быть, сладость. Нет? Ну, то есть, мясо и мясо, да? Да. Сереж, квас. Ровно то же самое. То же самое, мясо и мясо. Но если сравнить с пивом. Он менее сладкий. Пиво пока вне конкуренции. Пиво вне конкуренции. Пиво менее сладкий, чем с колой. Угу. Более жирный, чем с колой. Ну, более мягкий. Но менее мягкий, чем с пивом. С пивом самый мягкий. Довольно шумно у нас в зале. Сейчас в бассейне мы готовимся к празднованию Йоля. Можете вот посмотреть, что у нас тут происходит. Ну, надеюсь, что будет хорошо слышно и у нас получится хорошая запись. Так, что у нас идет дальше? Мы пробуем виски. Чувствуется. Чувствуется? Да, вообще пасет жаско. Чувствуется вискарем. Чувствуется? Да. Ну-ка. Жесточайше пасет пуплищем. Да? Сережа? Я на самом деле пока не... Сейчас еще раз попробую, я не понял. Не разобрал. Путем вискарем таким подожженным. А в целом как? Оно мягче, суше. Оно жирное. Жирное? Нет, оно... Ну, просто жирный кусок может попасться. Оно примерно по мягкости на одном уровне вкладку получается. Да? Оно пасет просто. Сейчас я заценю. Пожар, на самом деле, никак в том пасет. Запаха виски почти нет. Да не запах, виски нет. Горелый вискаре, а? С налогом вискаре. О! Чувствуешь? Реально, реально. Ну, я бы не сказал, что это что-то принципиально отличающееся от обычного шлюка. Но присутствует вкус такой вот алкоголя, что... Это для любителей именно вот таких соусов. Я попробовал мясо маринованное в медовухе, и вот сладость чувствуется. Не то чтобы сильная, но такая легкая сладость. И чувствуется, что оно мариновано в медовухе. Есть отдаленный вкус медовухе. Нету прямо какого-то медового вкуса. Как, знаете, если покрывается медом, допустим, мясо запеченное. Такого прямо нет вкуса меда. Но вкус медовушки какой-то вот такой вот отдаленный присутствует. Вот. Так, ребята, кто готовы сказать мнение? Самое вкусное на пиве. Но медовуха сладенькая можно изредка попробовать. Сережа, твое мнение? Медовуха? Ну, ты знаешь, мне даже понравилось. Даже понравилось? Да. Я только хочу сказать, что, наверное, в данном случае для меня, наверное, что пиво, что это... Кто-то в этом есть какой-то вот... Ну, я вот, по крайней мере, уловил какой-то тонкий вот этот вот аромат. Как бы он мне совершенно не отбивает вкус, какой-то дает, не знаю, изюк, что я не знаю. Мне понравилось. Понятно. Так, Луна, твое мнение про медовуху? Только про медовуху? Да. Ну, чувствуется сладость и по уровню точности примерно на одном уровне с квасом. Ага. А общий итог в сравнении с остальным? Общий итог, ну, самое офигенное на пиве. На втором месте квас медовуха, на третьем кока-кола и последняя-то виска. Да. Так, серьезно? Я думаю, аналогично. То же самое. Аналогично. Видишь? Ну, я буду немножко оригинальным. Вот мой итог такой. Я попробовал все. И вискарь это однозначно последнее место. Не надо так делать, короче. Да, это забавно мариновать в вискаре, но нет, смысла нет. Кока-кола. Особо ничего не почувствовал, но мясо получилось почему-то суше. Квас и пиво немножко различаются. Квас сладковат. Ну, он, в принципе, был сладкий. И вообще, ну, пиво довольно сочное. Но вот лично мне больше всего понравилось на медовухе. Не потому что Андрей Штефан наш друг, да, как бы. А потому что, ну, реально, мне больше всего понравилось. По крайней мере, это оригинально на вкус. Это отличается от того, к чему мы привыкли. Ну, и пиво я бы поставил на второе место, да. Вот. Ну, классно, третье. Колу и виски – последнее место. Просто 999-е место. Я бы, наверное, даже сказал, что они разделили первое место. Медовуха и пиво, да. Ну, хорошо. Ладно. Так. Ну, собственно, мы подходим к тому, чтобы начать праздновать Ёль. Поэтому будем завершать. Хочу отдельно сказать, что если вы хотите сами приготовить медовуху, в описании будет ссылочка на канал медоварни традиции предков, чью медовуху мы сегодня использовали в маринаде. Там есть отличный ролик про то, как самостоятельно сварить медовуху. Посмотрите. Очень классно. Вообще, вот Андрей Штефан – молодец, отличный канал. Вот про медовуху посмотрите. Ну, и смотрите наше следующее видео. Ёль, сколь за Ёль.